здравствуйте на канале тонн тв программа разбор полетов сегодня веду я михаил горин со мной в студии мои коллеги журналист вести и лазарь данович здравствуйте и журналист радио рек от связи бир добрый вечер добрый вечер в эти дни отмечается 40 леди самой наверное известной антитеррористической операции вообще в истории спецслужб мира нтб когда израильские команды спасли израильских заложников в далекой уганде операция уникальная описанная многократно и до сих пор наверное являющиеся учебником для многих спецназовцев имеется ввиду как она была проведена но помимо гордости за то что было многие сегодня испытывают разочарование что израиль как написал один публицист теряет навыки в борьбе с террором потому что террор который сегодня происходит в израиле это как с ним борется у многих вызывает разочарование вот об этом бы я хотел поговорить коллеги отталкиваюсь от статьи публицистами нахи марава которую многие сейчас обсуждают в котором он и к и перевод который на русский был опубликован на сайте курсор и в котором он в общем-то говорит о том что нас преследует нечеловеческий по его выражению террор с которым надо бороться нечеловеческими методами и он отходит к событиям 53 года когда создавали спецподразделения которые ну скажем так не очень сегодня приветствуем методами боролись захлевнувшим тогда израиль террором и он предлагает вот вернуться именно к таким методом может пора я не знаю мне трудно говорить в годе 53 в котором это все происходило потому что получается что эта методика она ровесница мне человеку уже далеко не молодому может быть мы не будем так далеко наверное все таки человечество чуть-чуть сдвинулась за 62 года с этих позиций с позиции свиных шкур и обмазанных свининой свиным салом пуль думаю вряд ли это подействует кроме того что в той сфере была принята фетва согласно которой вот эти ухищрения неверных они не имеют значение если шахид пал смертью шахида видимо они вот этот автор фетвы он наверное с аллахом в общем провел совещание селекторное тот ему сказал да так что я не думаю что это действует действовать как упомянутой тобой операцией нтб это действительно классика но эта классика происходила на чужой территории на замкнутом пространстве и совсем в другие сроки опять-таки в другое время тоже не то как ты себе представляешь захват автобусной остановки около ариэля что ли силами спецназа где произошло террористическое действие или такой же захват какой-нибудь деревне где живут наши вот именно такой пример из сараф говоря о событиях 53 я думаю что я думаю что все это не не актуально но не то что не актуально но а нас не поймут бы ничего мы этим не добьемся добиваться можно только одним способом если у меня есть так сказать несколько минут мне понравилось очередной раз хотя я не знаю что из этого выйдет заявление премьер-министра о замораживании перечисления средств палестинской автономии этих самых налогов и сборов которые ежегодно ежегодно перечисляются 75 процентов от налогов которые платят палестинские рабочие на территории израиля по соглашению парижскому по моему да мы должны это все возвращать им и возвращать а там таможенные сборы пошлины если судить если судить по цифрам за позапрошлый год когда был очередной замораживание этих средств и поднялся вой в ес и в оон что мы этого не делали опять-таки в ответ на волну террора там речь шла о 120 миллионах шекелей я думаю сейчас это стало больше потому что и но прибавляется народу прибавляется работы может быть сейчас 150 или может быть та же цифра ну что чтобы сделать не отдавать их заморозить их заморозить сейчас причем не так как это обычно делается бессрочно вот они заморожены в связи с тем вот связи с чем в связи с тем что по тем же данным 20 миллионов ежегодно уходит на поощрение семей террористов самоубившихся или убитых вот и 30 миллионов а то и с лишним уходит на помощь заключенным семьям заключенных значит в среднем половина того что мы туда перекидываем уходит на то чтобы подпитывать финансовый террор который направлен против нас же это мне кажется совершенно полным идиотизмом кормить эту банду из своих же средств по сути дела заморозить посмотрим что будет дальше понятно хорошо мы еще к этому вопросу вернемся но мы это все уже проходили тоже чем сказал лазарь у нас каждый год после и даже не каждый год а пару раз а то и тройку раз в год после каких-то крупных терактов выступает глава правительства и где мы заявляют все мы не будем передавать семьям тела погибших и террористов мы не будем перечислять им деньги и буквально через несколько дней мы отдаем и тела террористов и перечисляем деньги я сейчас хочу просто сделать то же самое что сделал минах и мрад посмотреть на террор не с точки зрения того что происходит сейчас а в некой ретроспективе до смотреть на него в развитии в динамике ведь терроры те кто противостоят террору они все время играют в кошки-мышки к террористы придумывают новые лазейки так далее если мы посмотрим на первую половину двадцатого века то тогда коллект человек жил в коллективе каждый человек жил в коллективе не было еще индивидуализм и поэтому коллективное наказание было чем-то естественным само собой разумеющимся и террор тогда носил характер погромов это было коллективное наказание более того холокост это была форма коллективного наказания то есть они придумали какие-то обвинения в адрес евреев но уничтожение евреев это было коллективным наказанием после второй мировой войны мировое сообщество приходит к выводу что коллективное наказание как таковое надо отменить потому что каждый человек индивидуальность личность индивидуальный подход это западный англосаксонский подход в общем-то американский подход каждый человек может отвечать только за себя и он не должен отвечать за своих собратьев по некой одной определенной группе на этом построена современное международное законодательство современная наша цивилизация на этом построены современный террор то что мы видим в последнее время это террор игиловский это террор исламского государства он начинается два с половиной года назад когда абу бакр опубликовал ролики в интернете где говорилось бери нож садись за руль никому не говори никому не рассказывай убивай неверных как можно больше будет тебе счастье это именно такой террор ты ему не перекроешь финансирование потому что его не существует ты не можешь не дать террористу лишить террориста оружие потому что это не оружие в общем-то кухонный нож или там автомобиль на котором он ездит на работу ты не можешь использовать разведывательную информацию потому что я не существует он решил совершить теракт через пять минут он его совершать ты не можешь поставить охранника возле каждого гражданина то есть на данном этапе мы совершенно не готовы к этому террору я еще раз повторю свой прошлый тезис нынешний террор игиловский он является прямым следствием законодательства запрещающего коллективное наказание если бы с таким террором столкнулись власти британского мандата в тридцать девятом году они бы его прекратили очень быстро они бы построили деревню и расстреляли бы каждого пятого но об этом рахом и говорит когда возвращается к событиям 53 года что израильский спецназ вошел в деревню и совершенно верно но тогда были другие законы теперь что происходит сегодня сегодня никто в мире не знает как этому террору противостоять сегодня такие террористические акты происходят абсолютно везде и в европе и в америке в россии абсолютно везде происходят такие теракты никто не знает как этому террору противостоять что делает мировое сообщество на самом деле все смотрят на израиль вот что мы будем делать то через какое-то время войдет в практику других стран пусть кричат да это нарушает такой закон всегда будут правозащитники которые всегда на стороне террористов которые всегда будут значит нам указывать на то что может к этому привыкли у нас же выработался вот такущий иммунитет у нас вот такая теперь слоновая кожа и нам это все как комариные укусы если сегодня лидер чечни мусульманин кадыров говорит что он будет сносить дома террористов потому что так делает израиль а то что делает израиль значит это правильно то это уже о чем-то говорит значит вот мы сегодня решили что мы сегодня мы мы решили сегодня там не отдавать тела погибших да естественно под международным давлением каким-то и так далее то есть происходит какая-то борьба какая-то какое-то столкновение сил именно потому что здесь есть несоответствие законодательства и вот кстати то о чем о чем говорил лазарь по поводу того чтобы вычитать у палестинской автономии те деньги которые те деньги которые они потом выплачивают пособия террористам да конечно совершенно верно это выбивает тоже это 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 лишает террористов почвы одной одного из мотивов по которым они идут совершать это преступление таким образом они гарантируют безбедное будущее своей семье это очень правильный подход сейчас нас будут все осуждать но через 3 4 5 лет они будут делать то же самое по сути вещи если у них будет какая-то логичная ситуация потому что на самом деле мы находимся на острие вот этого копья борьбы с террором и потом все будут смотреть на нас перенимать наш опыт ссылаться на нас и говорит вот так делал израиль значит это понятно в том что говорит цвей я во многом согласен есть один аллогизм он говорит что другие страны будут брать с нас пример но простите меня во франции куда приедет какой-нибудь и представитель и гила и что-нибудь там взорвет потом пойти в его деревню что-то там сделать или вычесть у них деньги на пособие этого террориста это мы может быть можем хотя мы тоже не делаем но вот конкретный пример сейчас не только говорится представители социальных сетей но даже и политики говорят вот пришел террорист давайте мы всю эту хамулу это клан по сути дела а там это много людей лишим возможности работать разрешение на работу в израиле с одной стороны это самое коллективное наказание которым говорит сви и мы к нему прибегнуть не можем с другой стороны отрезвить уже можем уже во всем мире в практику входит что семья это уже вошло в практику и поэтому я говорю мы продвигаемся в аэропорту брюсселя произошел теракт и в бельгии заговорили об израильском опыте выборочных проверок если ты видишь мусульманина араба он группа риска поэтому его надо проверять а белую старушку из фламандии ты можешь не проверять они сказали нам это не подходит но это официально сказали в брюсселе еще один теракт не обязательно в брюсселе где-нибудь в каком-то аэропорту там об этом снова поднимут и на третий на четвертый раз они возьмут это в практику и сошлются на наш опыт и скажет да это работает это делает израиль это работает да это не политкорректно но мы тем не менее хорошо я вернусь к вопросу о клановом наказании я считаю в данном случае а мы имеем дело с кланами мы идем мы не имеем дело в общем-то с бельгией мы имеем дело с людьми которые смотрят а в принципе средневековые люди со смартфонами очень во многом они очень правильно понимают коллективное вот это наказание они очень хорошо в этом ориентируются смотрите опять возвращаясь к деньгам снос домов террористов знаете что происходит после этого официально объявляется сбор средств нет еще интересней один день работы чиновничество палестинской автономии становится днем сбора средств в восстановление снесенных домов то есть один день в году палестинская чиновница работает бесплатно на этот фонд палестинское чиновничество зарабатывает от 120 до 140 миллионов этот день стоит от 120 до 140 миллионов шекелей создается хороший фонд снесли дом сколько там цена но построить новый 5 миллионов у них очень большие очень дорогие дома если с подводкой со всем прочим 3 4 5 миллионов так на тебе на тебе на тебе от одного этого дня сбора средств хватит на то чтобы 50 этих палестинцев совершили преступления и 50 домов было снесено и построено заново и как только прекращается перевод денег конечно у них есть другие пути конечно у них есть другие источники как в конце концов они что-то еще и зарабатывают сами это уж и совсем паразиты есть поступление зарубежные но вот этот кусок который прекратит поступать из израиля он во многом посадит на голодный паёк чиновничество они уже не отдадут один день они скажут нет мы не хотим прекрасно мы работаем как у нас отнимаете мы не хотим никакого фонда для бандитов уверяю тебя как только это встанет это же не такое коллективное наказание как ты говорил поставили каждого пятого расстреляли нет нет там крови там есть назидание если вы будете вести себя как свиньи вы будете жить как свиньи у вас будет все очень плохо вот только так я думаю а что касается то что говорил цвика индивидуализм и коллективизм цвика я тебе напомню русский терроризм так сказать противомонархический это был терроризм одиночек который на улицах которых мы потом жили халтурин не было с кого спросить потому что тогда естественно если бы эти бы террористы были из какой-то одной местности из какой-то одной деревни вошли вошел бы туда эскадрон казаков и прекратил бы это очень не входил не важно индивидуально или коллективно наказать можно рублем шекелем лирой динарой и так далее динаром вот наказать только так можно в наших краях на востоке это очень хорошо понимают восток жаден восток расчетлив восток хитер восток за деньги очень на многое готов в том числе и на мир и дружбу между народами да но тем не менее не все можно объяснить деньгами меркантильными интересами потому что очень часто мы видим что такие теракты совершают восторженные подростки которые насмотрелись ролика в ютюбе которые внушили себе какие-то невообразимые вещи и денежный вопрос их меньше всего интересует они берут нож и бросаются на людей это кстати тоже надо и принимают решение порой буквально за полчаса до того как вот для этого существует бойцы идеологического фронта и прочие так сказать сми да но их не пускают на вот это арабоязычное поприще их не пускают в мусульманскую среду ничего можно найти если можно вести развед работу серьезную то можно наверное провести развед работу по поводу очередной арабской девчонки потерявшей девственность или переспавшись с двоюродным братом когда ее начинают после наступления трехнедельной беременности ей говорят что сейчас мы идем в лес и тебя там закапываем или ты берешь нож это можно точно выяснить и обязательно и можно обнародовать несколько обнародований конкретных с именем хамулой названием деревни как это происходило почему именно этот воришка пойманный своими родственниками или этот извините меня что у них очень не приветствуется представитель нетрадиционной сексуальной ориентации был вынужден идти на террористический акт чтобы спасти честь семьи найти эти доли и размножать и размножать и размножать их один из террористов который должен был участвовать в теракте в сароне он 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 соскочил с этой задачей он не стал принимать части почему оказывается у него были большие долги и по корану если у человека долги он не попадет в рай даже если он шахид и он сказал нет какой мне смысл то есть как бы мы нельзя оценивать психологию этих людей нашими глазами это совершенно другая психология это средневековая а если ты продолжишь а если ты продолжишь опозоривание и покажешь подноготную этого всего и эти истории будут тиражироваться они сто раз подумают потому что на иврите читают очень многие ясно спасибо коллеги в общем я понял что методы за которые ратовал свои публикации минахом рахом сторонников в этой студии не нашел хотя могу сказать от себя следующее я не случайно в самом начале вспомнил операцию нтб мог бы вспомнить еще знаменитую мюнхенскую операцию точнее то что последовало после убийства израильских спортсменов в мюнхене мне например жаль что израиль потерял некую непредсказуемость в своей реакции неадекватность неадекватность необузданность называть это хотите отмороженность оторванность зовите это славой можно привести сколько угодно но раньше у израиля была слава человека прошу прощения не человека а страны которая на любой удар ответит таким ударом что мало не покажется да это всех возмущало но все это понимали сегодня к сожалению мы вынуждены констатировать что ситуация изменилась может быть действительно лазарь прав что время диктует другие методы борьбы с террором страна была беднее может быть сейчас слишком богатые люди очень не хотят этого всего спасибо коллеги за этот разговор всего доброго до конца до конца